Всем привет! Мы по-прежнему в Загребе, сегодня третий и, к сожалению, заключительный соревновательный день чемпионата Европы по самбо. Мы решили уделить внимание стране, в которой пройдет еще одно знаменательное событие европейского уровня в этом году, я имею ввиду чемпионат среди кадетов, это Турция. К сожалению, на этот раз от этой прекрасной страны был всего один представитель, но поговорив с ним и с руководством федерации, удалось узнать, что самбо в этой стране развивается достаточно интенсивными темпами. Самбо у нас в Турции уже 7 лет. Я основатель самбо Турции. У нас сначала чуть-чуть потихоньку, а последние уже 2-3 лет уже сильно развивается. Можно говорить так, например, только этот год у нас мы два раза был в Казахстане чемпионат, потом в Казани был международный турнир, в Кубке мира был в Москве, потом два международных семинара был у нас вместо СФ и вместо ФИАС. И сейчас мы здесь. У нас так уже активно работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Бой сложился не очень, конечно, потому что не был подготовлен, но это не причина, как бы не подготовлен, сам виноват, никто в этом не виноват. Слышился как, я сначала проигрывал, потом вперед прошел, потом у соперника я болевой поймал, у него чуть-чуть колено захромал, захромал он чуть-чуть. Ну, смог продолжить бой, в концовке все-таки он выиграл меня по очкам, я проиграл. Я сейчас живу в Турции, в Самбуле, и два года назад я вообще не слышал о самбо, но благодаря Гадыри Мамедову и Мустафе Арджан я начал слышать, начали проводиться турниры. В прошлом году, в 2014 году, в октябре провели первый официальный турнир по бою с самбо и самбо, но я тогда стал там чемпионом, первый раз тогда я участвовал в Турции именно по бою с самбо, а так я сам занимаюсь смешанными диздоборствами ММА. Поэтому, наверное, выбрали именно боевой с самбо? Да, поэтому, потому что ближе к боевой, к смешанным диздоборствам, и жалко то, что нас государство не поддерживает. Так бы, если бы государство поддерживало, мы бы за два, за три месяца, как все спортсмены бы, смогли готовиться. А мне позвонили за день, сказали, приезжай, привези свой паспорт, и мы тебе сделаем визу, я привез паспорт, на следующий день мы улетели без подготовки, без ничего. Надеюсь, в этом году или максимум в следующем государство нас поддержит, и мы будем хорошо, спокойно тренироваться, не думать ни о визе, ни о билетах, ни о тренировках, ни обо всем еще другом. Гадир Мамедов приехал из Турции, из Азербайджана. Он сам азербайджанец. И как бы представил нам, что такое самбо, он научил, что такое самбо, показал, что такое боевой самбо. Нам всем понравилось, и мы начали заниматься. Кто-то стал тренером, кто-то спортсменом, кто-то там в федерации занял место, но нам очень нравится. Очень нравится, он говорит, реально очень нравится быть тренером по самбо. Это, говорит, высший класс для меня. Это мы давно планируем. У нас, вы знаете, это Турция, Истамбул. Истамбул, мы считаем, это центр мир у нас. Соединяются два континента. Это большой пилос. И для трансфера любой точкой от мира можно любой, один самолетом можно придуть в Истамбул. Это очень большой авантаж. Это авантаж, мы считаем, не только у нас. Это авантаж и семья самбо. Поэтому мы давно планируем уже сначала международный чемпионат. Поэтому был кандидат, и этот конгресс мы получили, этот чемпионат Европы, который будет в Истамбул от 4 до 7 декабря этот год. Мы уже сначала об этом работаем. В прошлом году, в ноябре, у нас был чемпионат Турции. 348 спортсменов участвовали. И очень много зрителей. Был 3 дня у нас в чемпионат. Уже сильный интерес есть для самбо.